Это программа «Актуальное интервью». Здравствуйте, я Олег Танзийский. Сегодня на студии депутат Государственной Думы от Ненецкого округа Сергей Николаевич Коткин. Сергей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сергей Николаевич, вопрос первый. К Государственной Думе и в международной организации «Мир» подготовлено обращение о ситуации в Украине. Об этом сейчас многие говорят и в интернете, и в СМИ, и в обществе. А с чем это связано и какая-то реакция уже есть? Действительно, вот вы правильно отметили, что мы почувствовали такую некую напряженность. Действительно, Государственной Думой принято обращение в ОБСЕ, ПАСЕ, во многие другие международные организации мировые по ситуации в Украине. Нас беспокоит то, что происходит последние месяцы на Украине. Это вот Октябрьский митинг, это призывы к расправам над русскоязычным населением, это провокации на Донбассе, это связанные, видимо, с этим, учения блока НАТО по границе с Украиной, по бывшим государствам СНГ, прибалтийским государствам. А последние вы показывали в интернете, да, вот это там, когда расстреливают фашисты в концлагерях и прочее. То есть, по сути дела, к большому сожалению, Украина встала на путь. Это, по сути дела, прямо нужно сказать, что государство террористическое. Те теракты, которые проводятся на Донбассе, и что самое главное вызывает опасения, это их провокации. Провокации на Донбассе, провокации на нашей границе. Всё это, безусловно, беспокоит россиян, тех, кто действительно за наших соотечественников находящихся, прежде всего, конечно, на Украине. Ведь вот те учения последние в Норвегии, а только по официальным данным в ближайшем нашем окружении у НАТО порядка 700 было, а сейчас уже 800 военных баз. У нас всего 5 военных баз находятся за пределами России. И вот это нас волнует и беспокоит. Я думаю, что абсолютно не случайно президент об этом и в послании отмечал. И вот сейчас на международных, на различных форумах он постоянно к этому обращается и предостерегает наших друзей за океаном о том, чтобы они не наделали глупости и не пошли на шаги, которые заставят нас адекватно, соответствующим образом реагировать. Я что имею в виду? По тому же Донбассу, в конце концов, мы можем пойти на то, что будет референдум, так как это было по Крыму, да? И мы в любом случае, ещё в майских указах президент сказал, что мы в обиду наших соотечественников не дадим, где бы они ни находились. Вот сейчас как раз тот случай, когда уже нужно реагировать и реагировать должным образом. Но я думаю, что у нас хватит ума у наших друзей с тем, чтобы не пойти на серьёзные шаги, не пойти на военные операции, поскольку мы видим, что творится в Азовском море, мы видим по этим поучениям. Но я думаю, что и в этом смысле президент неонократно отмечал, да и мы в Государственном Думе депутаты, и лично нам показывали последнее вооружение. Я думаю, что достойно Россия, как раз подготовиваясь достойно к этим провокациям, я думаю, что достойно и ответить на эти вопросы. А обращения, безусловно, они будут рассматривать. Кстати, задавали эти вопросы профильному комитету, какова будет редакция, реакция будет. Все эти обращения, они рассматриваются на международных форумах. Многие государства, кстати, по-иному начинают смотреть и нас поддерживают в этом отношении, хотя не так все просто идет, поэтому реакция однозначно будет. И мы промолчать, не отреагировать на это, безусловно, не могли. И вот эта ситуация, которая сейчас происходит на Украине, эти провокации, постоянные там угрозы по применению санкций, ужесточению угроз, они, безусловно, нашли в отражении и в бюджете, который мы сейчас предмет рассматривали на 19, 20 и 21 годы. Вот вы сказали о том, что, возможно, как и в Крыму, на Донбассе может пройти референдум. Ваше мнение, насколько это реально вообще сегодня? Это абсолютно реально. Я считаю, что абсолютно реально. Если дальше будут продолжаться вот такие провокации и такое давление на русскоязычное население, я думаю, что долго терпеть это никто не будет. И это вполне реально, что может пройти референдум, и мы должным образом ответим. Я когда на комитете был, я там выступал и говорил, что они ведут себя ровно настолько, насколько мы им позволяем. Вот и всё. Поэтому, ну, надо быть, конечно, не реагировать на ситуацию. Я уже как-то говорил вам, что по оценке некоторых экспертов, она в 1940 году была более прогнозируемой, чем сейчас. Она менее прогнозируема. С учётом заявлений тех политиков, которые мы слышим на Западе, и тех движений блока НАТО по их военным базам, по переоружению и прочее. То есть очень непростая ситуация. И абсолютно правильно вы в своём вступлении сказали, что этот вопрос у нас обсуждается, и жители России, конечно, неравнодушны к этому, ко всему. Спасибо за ответ. Переходим к другому вопросу. Сейчас во многих субъектах нашей страны законодательные собрания готовятся принимать бюджеты своих регионов. Наш регион тоже не исключение. Сейчас на днях проходили общественные слушания бюджета на плановый период и 2019 год. Но понятно, что ситуация в разных регионах абсолютно разная. Тем не менее, в это же время и Госдума уже приняла в первом чтении федеральный бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021. Вот какие его параметры, и есть ли какие-то особенности этого бюджета? Ну, безусловно, вот эта региональная неделя, она в значительной степени посвящена именно бюджету на 2019, 2020, 2021 годы. Я вот буквально за два этих три дня провел встречи с пенсионерами поселка Искателей, с союзом пенсионеров наших окружных, с людьми с ограниченными возможностями. Сегодня мы встречались с губернатором. Сейчас вот после вас мы встречаемся с окружным собранием, депутатским корпусом нашего округа, с фракцией. Поэтому очень важно сейчас нам, вот в первом чтении проект закона принят, федеральный, нам сейчас очень важно отработать здесь, в округе, чтобы мы максимально вошли в те проекты, те национальные проекты, которые сегодня у нас уже представлены правительством Государственной Думе. Если вы говорите по особенностям, то этот бюджет действительно особенный. Ну, радует то, что, наверное, впервые, впервые за многие годы нам представило правительство бюджет недефицитный, с профицитом. Мы получили профицит порядка двух триллионов рублей. Это, безусловно, радует. Радует и то, что впервые мы можем, наверное, так уверенно заявить по итогам обсуждения самых основных параметров, концепции этого закона, то, что Россия прошла стагнацию. Мы встаем на ноги, несмотря на то, что рост экономики полтора процента, небольшие абсолютно проценты по сравнению, я уже не говорю, там Китай, Штаты, даже европейские развитые государства, в рамках даже погрешности, но рост, идет рост экономики. Идет рост экономики, инфляция по 2017 году 2,5%, рекордно низкая инфляция была. И если все до этого года реальные доходы жителей, россиян, в целом, они все равно падали. Надо прямо сказать об этом, в этом президент говорит о том, что и не случайно вот эти сейчас национальные проекты, борьба с бедностью, мы прошли вот этот рубеж, и уже вот в этом году у нас постепенно-постепенно идет рост увеличения доходов граждан и по заработной плате. И те параметры бюджета, самое главное, вот 10 целей президента, которые указаны в майских указах, это плюс 80 возраст, это борьба с бедностью, это производительность труда, это демография, это экономика, значит, они все изложены в 12 национальных проектах, которые нам представлены на обсуждении. И по этим национальным программам 12, плюс 42 государственных программы, федеральные государственные программы, плюс 70 федеральных проектов, и мы видим, что буквально по всем направлениям идет рост серьезной, очень серьезного увеличения финансирования. Идет увеличение серьезной пенсии, причем пенсии увеличения будут не с 1 января 2019, не с 1 февраля, как пронялось ранее, а с 1 января будут увеличения пенсии, причем выше инфляции, а инфляцию на 2019 год планируют где-то 4,3%. Каждый год, как обещало правительство, планируется повышение пенсии на 1000 рублей, к 2024 году довести пенсии не менее 20 тысяч рублей, а мы еще приняли Международную конвенцию МОД, 102 статью ратифицировали, не приняли, а ратифицировали 102 статью, что средняя пенсия по России должна быть не менее 40% от заработной платы. Кроме того, впервые создан фонд развития, там порядка где-то 437 миллиардов рублей именно на развитие экономики. Очень серьезные средства направляются на образование, на медицину, идет увеличение средств пособий по беременности, по уходу за ребенком, по людьми с ограниченными возможностями. К примеру, если в 2013 году на технические средства реабилитации выделялось 13 миллиардов рублей, тогда на 2019 год это 29 миллиардов рублей. Более, чем два раза. Два с лишним раза увеличим на реабилитацию, именно технические средства. Идет на увеличение численности врачей, медицинских работников. К примеру, в 2019 году плюс 12 миллиардов рублей на врачей и медицинских работников. В 2020 году 35 миллиардов рублей, а в 2021 – 50,5 миллиардов рублей именно по медицине. Онкозаболевания, диспансеризация. По всем абсолютным направлениям, по всем проектам идет такой массивный рост, увеличение финансирования. Это радует, безусловно. Другой вопрос, может быть, не совсем понятно. И на профильных комитетах, и депутаты, и в том числе, задавали вопросы. Пока нам не совсем понятно, как эти проекты будут воплощаться в жизнь. По крайней мере, счетная палата, проанализировав все национальные проекты, нашла 1 триллион рублей не распределено. Об этом правительство и сказало. Когда мы проводили нулевое чтение нашей фракции, был первый заместитель правительства, министр финансов Силуанов, что они ждут предложения от регионов. Вот сейчас губернатор встречался, Слагвиненко, Татьяна Павловна встречались. Для того, чтобы нам максимально сейчас нужно войти на федеральный уровень с тем, что нас волнует, беспокоит, и что нам нужно сделать максимально успеть для Нинискоавтономного корпуса. То есть бюджет, безусловно, радует. И вот эти цифры, 2 триллиона рублей, нас иногда критикуют. Мы по 2019 году порядка этих 2 триллионов рублей закладываем в фонд национального благосостояния. Резервный фонд мы в 2017 году исчерпаны, он уже как бы прекратил существование. А фонд национального благосостояния, с учетом того, что вы начали по Украине говорить, и той ситуации, которая сегодня накаляется вокруг России, по данным экспертов, нам нужно 7% ВВП для того, чтобы мы чувствовали себя абсолютно уверенными в любой ситуации, в любой, какая бы цена на нефть ни была, какие бы санкции нам ни предъявляли, нужно 7% ВВП нам иметь, это порядка 7 триллионов рублей. И мы к 2020 году, вот этот фонд, он будет наполнен. Почему? Потому что сегодня нефть у нас 70 долларов за баррель, мы чувствуем себя уверенно, выплачиваем заработные платы, пенсии, стипендии. Но если завтра она будет 20-30%, нам нужны финансирования, и нам никто не даст, это не Украина. Мы пойдем с протянутой рукой по миру, и нам никто не поможет, по сути дела, мы это все прекрасно понимаем. Поэтому фонд национального благосостояния нам необходим, мы должны иметь вот эту подушку безопасности, с учетом той ситуации, с которой мы, собственно, начали нашу передачу. Поэтому надежда есть, уверенность есть, что, в общем-то, сейчас, меру первым, вторым чтением мы ждем предложения субъектов, мы внесли поправки в этот бюджет, будем вносить еще поправки по итогам поездки в регионы. И во втором чтении, и в третьем будем принимать его в итоговом варианте. И вот что касается предложений субъектов, финансирование каких программ и проектов уже заложено в федеральном бюджете, я имею в виду финансирование проектов и программ в Нинецком округе. Вот в частности, к примеру, федеральный проект «Комфортная городская среда», вам знакома эта тема. Благодаря этой программе действительно за два года в Наринмаре появились новые детские площадки, зоны отдыха, и даже хорошие парки и скверы. Есть уже подобные объекты и в населенных пунктах. Вопрос второй. Есть ли заложенная сумма в федеральном бюджете на строительство дороги Наринмарусинска? Значит, вот там мы буквально позавчера перерезали ленточки в нашем парке. В Искателе. В Искателе парк, да. Прекрасный, замечательный парк, но мне подошли вот эти организаторы, говорят, что уже там половину фонарей разбито вандалами. И более того, ладно разбиты фонари на столбах, выбито, которые только ломом надо выбивать, подсветка на земле. Вот я, будет время или нет, но я официально обращусь к начальнику нашего УВД, потому что люди вложили туда душу сердца, вот в этот парк, такой замечательный парк, а вандалы тут же всё это следом громят. Поэтому я думаю, что тут наше управление должно всё-таки разобраться, посмотреть. Я думаю, что не так сложно выявить нам этих людей, не более мне их называют уже, кто это сделал конкретно. Значит, что касается инициатив от нашего округа. Ну, то, что дорога на Наринмар правительством, этот проект признан приоритетным. Мы рассчитываем на то, что те заявки, которые мы сделали, они будут удовлетворены. Пока рано говорить по суммам, поскольку идёт работа. Я знаю о том, что я беседовал сегодня с губернатором, с финансами нашими, Татьяной Павловной Лагвиненко. Заявки мы сделали, сейчас наша задача максимальная, чтобы мы туда вошли. Это, прежде всего, дорога на Наринмар, нам нужно её строить, завершать. Это углубление реки Печёра, то, что часто обращаются пенсионеры. Кстати, по углублению вопрос очень непростой. По крайней мере, я обращался сам неоднократно в правительстве, с заместителем правительства говорил, профильных. По крайней мере, мне задавали вопрос, а сколько городов-миллионников на Печоре находится? Я в ответ, конечно, спрашиваю, а сколько даёт Тимана Печора в бюджет России? Они там по Волге, основное, по Волге, столько-то там миллионники, города, но туда мы понимаем, что это вам необходимо. Буквально все органы власти, и федеральные, ими, он активно в этом плане работает, и вот ему, кстати, удалось вот в этом плане сдвинуть вот этот пласт тяжелейший. И мы увидели, что в указе президента Печора через запятую, по-моему, даже после Волги, по углублению Печоры, и, в принципе, эта работа пошла, и уже в этом году Печора углубляет, идёт в эту сторону, там не меньше, чем полутора метров, должна быть глубина у нас, не менее 3,5-3,6 метра в сторону моря от нас. Поэтому идут сюда. Но сразу сказали, предупредили, что деньги огромные, это федеральный уровень на самом деле. Очень непростой вопрос, но здесь работают все ветви власти, особенно губернатор в этом плане пробивает это направление. Будем надеяться, что финансирование вот это пойдёт и действительно на углубление Печоры. Что касается доступной среды, был условно проект действительно такой необходимый, нужный, важный, поскольку в этом проекте вот как раз вот тот проект, когда люди сами принимают новую часть, когда они говорят, что мы сделали это сами. Это главное, на самом деле. Это главное, да. Хороший руководитель какой? Хороший китайский какой-то мудрый, философ, да? Плохой руководитель тот, который говорит, что я это сделал, посредственный, который говорит, что мы это сделали. А поистине настоящий руководитель дельный, когда люди говорят, что мы это сделали. Так вот, я вот услышал, когда мы перерезали ленточки, когда люди говорят, что мы это сделали. И вот действительно рады души, будем надеяться, что этот проект будет продолжен. Кроме этого, хотелось бы нам видеть участие в Федеральном центре строительства детских садов, школ. Что, в общем-то, суммы заявлены, но есть одно «но». Когда мы выходим на федеральный уровень с нашими заявками, бюджетная обеспеченность по сравнению с другими субъектами Российской Федерации у нас всё-таки отличается. И отличается заметно. И по мерам социальной поддержки и пенсионеров, и инвалидов, и молодёжи, и многодетных семей. По всем параметрам, возьмите, 147 видов поддержки, они это видят. И когда сравнивают нас с другими субъектами, очень тяжело выбить какие-то деньги. Поэтому сегодня, когда мы будем встречаться с депутатами окружного собрания, с исполнительной властью уже переговорили, нам очень важно вместе всем, одной командой, одной командой уровня федерального до муниципального образования, идти вместе в одну точку бить, добивать и получать деньги с федерального центра. Будем надеяться, что это будет. Сергей Николаевич, кстати, не так давно губернатор Нинецкого округа заявил о том, что собрание депутатов не очень активно предлагает какие-то инициативы на рассмотрение в Госдуму. Но, тем не менее, какие-то уже инициативы есть сейчас на рассмотрение от Нинецкого округа в Государственной Думе? Есть ли какие-то заявки, предложения? Да, два года в Государственную Думу. И почему может быть не столь много инициатив? Они есть от окружного собрания депутатов. Но в целом статистика говорит о том, что только порядка 2-3% инициатив с регионов проходят в Государственной Думе. Почему мне коллеги говорят, что Сергей Николаевич, вы, говорят, эту инициативу подайте сами. Депутат Государственной Думы к депутату уже другое немножко отношение, когда вносишь это самое. Но и вопросы есть, конечно, к подготовке. Я не говорю сейчас о Нинецком автономном округе, но когда я вижу, что инициативы с регионов идут, всё-таки подготовка оставляет желать лучшего. То есть, условно, из 10 предложенных инициатив от регионов со всей страны всего лишь две заявки одобряются. Да, только проходят от регионов. Только проходят от регионов. Но всё равно нам надо добиваться, нам надо должным образом готовить документы. И я только вот сейчас начинаю, может быть, на Тельвине об этом не говорят, только сейчас вот уже начинаю понимать, как это всё проходит, как инициатива. Ведь важно, как подать, кому прицепиться, слово может быть не то. Условно говоря, вносит проект закона Яровая, вносит проект закона Исаев, вносит проект закона тот же Жириновский даже. Люди, которые там близки. И вот иногда важно найти нужный ход. Нужный ход найти и провести эту инициативу. Это не так просто на самом деле. Кто такой Коткин, хотя я представляю, житель Нинецко-автономного округа, топаю ногами, на эмоциях выступаю, но это не поможет. Нужно правильно распределить и выстроить систему, наверное, правильно так сказать, выстроить систему в прохождении законодательных инициатив. И губератор здесь абсолютно прав. Почему? Потому что надо проявлять активность, под лежачий камень вода не течёт, поэтому инициативу нужно готовить, но готовить как? Предварительно надо её обсуждать с помощью депутата своего в Государственной Думе и сенаторов в профильном комитете Государственной Думы. не лезть на пролом, потому что можно расшибить всё, что угодно, ты ничего не добьёшься. Может, нужно обсудить на парламентских слушаниях сначала, проговорить со специалистами, подправить документ так, как это следует и нужно делать, и нужно проводить. У нас есть ряд инициатив. От окружного собрания, в частности, по снегоходной технике, она очень тяжело идёт. Та же снегоходная техника, ну, речь идёт о том, что у нас не имеем права ездить на снегоходе зимой, пересекать водное пространство по Воздушному кодексу. Значит, нам задают вопрос в профильном комитете, кто наказывает за это дело? Ответа мы не получаем. Сколько у вас нарушено, наказано людей в округе? За 17-й год? Ответа не получаем. Сколько у вас трассы снегоходные, примерно, можете назвать, там, тысяча, пять, десять тысяч километров? Не можем. Вот. Мы тогда запросили, мы встречались с председателем комитета по природным ресурсам Николаев, он говорит, Сергей Николаевич, давайте мы запросим другие регионы. Мы запросили все регионы, России и арктические тоже. Ну, пока не буду говорить, какие мы ответы получили, поэтому я к чему говорю? Инициативы надо очень тщательно готовить, продумывать все эти вопросы, отрабатывать, детально отрабатывать, профессионально отрабатывать. У нас есть для этого все возможности в Нинистком автономном округе. Есть. Это от округа. Ряд моих инициатив лежит там. Не лежит, они находятся в работе, которые нам нужно. Моих где-то порядка 20 инициатив принято. Кстати, лично, не те инициативы, с которыми я работал в Государственной Думе, но есть инициативы, которые нам нужно обязательно продвигать. Это по пенсионной реформе, которая проведена. Нам удалось. Мы сохранили для коренных малочисленных народов Севера прежний выход на пенсию. То есть для них ничего не меняется? Как сегодня, так и будет в дальнейшем. А вот для северян у нас лежит поправка, под которую подписался Коткин о том, что для северян оставить тот же пенсионный возраст. Почему оставить? Потому что все-таки, несмотря на то, что вчера мы, когда публичное слушание бюджета были, мы видим, что средний возраст 71,5 в округе. Но я вот разговариваю с селами, говорят, мужики-то не доживают до 60. Ну, у нас сейчас 60, да, 55 и 60 на севере. Так это и обмен веществ другое. Зуя вчера встречался с ветеранами, она совершенно иной обмен веществ, совсем иное лечение нужно для северян. И все не так просто на самом деле. Не случайно же это было уменьшено на 5 лет. Поэтому мы бы паровку такую внесли, я не буду вникать в эти подробности, в детали. Достаточно эмоционально ее представляли на профильном комитете, чтобы оставить северянам вот эти 5 лет. Более того, она была принята на комитете, на комитете по социальным вопросам, по труду, но через час поступил звонок с правительства о том, чтобы ее отложить. Рассмотрение, мотивировка такова, что недостаточно просчитана. Нет экономики. Как, что, каковы затраты, может быть, на того же пенсионера, вот эти, может быть, мы больше будем тратить, условно говоря, лекарств на его лечение. Может, он больше будет находиться на больничном, чем он будет пользу приносить, когда трудится, работает. Все это нужно просчитывать, то, о чем мы говорили вначале. Вот это та инициатива, которую надо прорабатывать. Поэтому вот это сказал и Володин о том, что мы ее не снимаем, мы ее будем рассматривать. Безусловно, будем ее рассматривать. Инициатива у нас там находится по коренным малочисленным народам Севера. То, что, кстати, вот я думаю, что мы... Вот то, что приятно на самом деле, когда мы, арктические депутаты, собрались, проговорили по коренным народам, я вот неоднократно встречался с нашими САВЭ, о том, что вот уже порядка нескольких десятков лет у нас практически изменений нет в законодательстве по коренным народам. По большому, по серьезному счету, закон 82-й, федеральный, он 20 лет ему. Значит, мы вышли с инициативой на председателя Государственной Думы для того, чтобы нам ведущий институт российский просчитал все риски, все, что связано с коренными народами. Мы получили научно-исследовательскую работу, 600 страниц, где четко все изложено, мы все видим, плюсы и минусы, специалисты все просчитали. Сейчас мы будем носить поправки в федеральное законодательство, с ними подготовлен новый проект закона о защите прав и свобод коренных младчисленных народов Севера. Но, что радует, это то, что неделю назад приказ, указ президента о том по изучению родных языков в создании фонда. Это плюс. Кроме того, мы внесли поправку в федеральное законодательство образование, по изучению родных языков, создание фондов правительства где-то месяца два назад несли такую поправку. В результате вот эта работа, и если поначалу у меня были некие такие разочарования, когда пришел в Госдуму, 450 депутатов и мало ты что сделаешь, где-то так больше на эмоциях, то сейчас начинаешь понимать, когда уже начинаешь вникать в весь вот эту всю сложнейшую структуру, понимать, как нужно проводить инициативы и куда, на какие точки нажимать, за какие ниточки это сдергать, начинаешь понимать, что что-то можно делать, реально что-то можно сделать, особенно здесь у нас с регионом, с учетом того, что вот уже не первый, если губернатор, у него возможности совершенно иные по Москве, это самое поддержка хорошая, неплохая, так скажем, идет поддержка со стороны правительства по этим, по всем моментам, за счет контактов личных, это очень важно на самом деле, то, о чем я говорил, когда ты выйдешь с Яровой на инициативу, она идет, как прямо везде зеленый свет, ты не успеваешь даже и по большому счету больших усилий приложить, вот, и когда ты сам пробиваешь, Коткин, тебя там не знают, и это самое, гораздо все сложнее, вот тот пример, когда с позиции исполнительной власти правительства здесь инициативы есть, над ними идет работа, но не так быстро, как хотелось бы, наверное. Сергей Николаевич, осталось немножко минут совсем, давайте вкратце, следующий вопрос, значит, северян сейчас очень волнует возможная отмена северных надбавок, этот вопрос активно обсуждают в интернете и в СМИ, насколько это реально и ваше мнение? Значит, об этом речи даже не идет, я даже знаю, откуда это пошла волна. Я участвовал в этом мероприятии, не буду называть фамилию, один из очень высокопоставленных человек, людей, чиновников федерального уровня, сказал неаккуратно, сказал, хотел сказать, как лучше, а сказал, как получилось. Поэтому никаких предпосылок к этому нету, по крайней мере, я об этом не слышал. И будем биться до конца, если такое появится информация. То есть в любом случае об этом сейчас не говорят в правительстве, в Госдуме. Это пока что просто слухи, и дай бог, что это будет слухами. Осенняя сессия недавно прошла в Госдуме, считается одной из самых жарких. Тоже вкратце, какие законопроекты приняты, в том числе важные и которые играют роль напрямую для жителей Министского округа, но и в целом для страны? Значит, самая напряженная сессия, я об этом сказал, можно говорить с вами ни один, ни два часа тех инициатив, которые приняты. За два года мы пришли, было 2024 проекта лежало нерассмотренных, осталось 24. Все разгребли, не только отклонили, кое-что приняли, а вот за эту сессию, самое главное, на мой взгляд, это мы поддержали наших пенсионеров предпенсионный возраст, сохранили все льготы, которые выходили раньше на пенсию, раньше на 5 лет, более того, некоторые еще усилили моменты, ввели в уголовную ответственность за необоснованное увольнение с работы, за отказ в принятии работы. Очень важный момент, меня всегда-то волновало, мы встречались с нашими беженцами с Украины здесь, они мне говорили, что, по сути, нашим соотечественникам очень сложно получить гражданство здесь российское. Мы внесли проект закона, принятый уже в первом чтении, о том, что мы передаем право президенту Российской Федерации принимать решение по упрощению порядка оформления гражданства в Российской Федерации. Вот этот плюс, и сейчас мы уже ожидаем о том, что, по крайней мере, для жителей Украины мы это увидим. Кроме того, мы ввели уголовную ответственность, то, что мне сегодня ветераны задавали вчера вопрос, на работу строить практически невозможно россиянам, иностранцы у нас сплошь и рядом. Мы ввели уголовную ответственность для тех юридических лиц, которые регистрируют у себя в офисах по 100-200 иностранцев. И такие факты тоже есть. Нарушение закона, то есть это мы серьёзно очень ужесточили. Мы заслушали правительство по итогам 2017 года, подробностей говорить не буду. Мы отказались, депутаты государственного, от доплат к пенсии. Будем только получать социальную пенсию. Мы поддержали наших судей. Мы подняли минимальный размер оплаты труда. Он поднялся, стал 11 280 рублей. Это очень важный вопрос к этому. Пойдут, безусловно, все начисления. Сдали фонд развития и много-много другое. Не хватит часа, чтобы перечислять те решения, которые идут на пользу каждому жителю Нинистко-автономного округа. О дальнейших изменениях российского законодательства расскажете уже в следующей программе. Время подошло к концу. Спасибо за ответы на вопросы. Было, в принципе, очень интересно послушать. Поэтому вам желаем хорошей, плодотворной работы на следующих сессиях. Вам большое спасибо. Давайте почаще встречаться. У нас есть, что обсудить. И самое главное, мне, как депутата Государственной Думы, важно правильно держать вектор, в котором нужно идти и получать поддержку региона. Самое главное, чтобы вы рассказывали как раз-таки местным зрителям о том, какую работу проводите в Госдуме от Нинистского округа. Это самое главное. Я готов. Все, отлично. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». У нас в студии, напомню, был депутат Государственной Думы Российской Федерации от Нинистского округа Сергей Николаевич Коткин. До встречи в эфире. До свидания.